В след за обнародованным главой российского МИД Сергеем Лавровым предложением о создании при посредничестве или консультационном содействии Российской Федерации совместной армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации межгосударственной границы. По сути, подтвержденным в ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Эльхамом Алиевым и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никол Пашиняном. Последний заявил о наличии на столе переговоров нового трехстороннего документа. На заседании правительства Армении он объявил о своем намерении подписать документ по итогам трехсторонних переговоров, так как уточнение границ нужно как Азербайджану, так и Армении, их констатация и на каком-то этапе демаркация и делимитация – важная гарантия безопасности. Таким образом, заявление армянского лидера фактически подтвердило распространенную накануне информацию одного из оппозиционных деятелей, экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Миносяна, о готовности Пашиняна подписать новый документ, который, как утверждает Миносян, предусматривает выполнение данных Пашиняном президенту Азербайджана, причем в присутствии Путина, обещаний осуществить полную и окончательную демаркацию межгосударственных границ. Характеристики, которые исполняющие обязанности премьер-министра Пашинян и его противники из оппозиционного лагеря дают предполагаемому документу, а также самой перспективе окончательного установления границ между Арменией и Азербайджаном, указывают прежде всего на резкое обострение внутриполитической ситуации в стране, накануне назначенных на 20 июня досрочных парламентских выборов. В условиях, охватившие Армению беспрецедентные истерии, вызванные решительными действиями Азербайджана по уточнению и охране своей международно признанной границы. В частности, занятием азербайджанскими войсками позиций вокруг озера Горогель. Поляризация между армянскими политическими силами достигает своей кульминационной точки. Причем она развивается по всем направлениям, как на уровне противостояния между властью и оппозицией, так и внутри самого правительственного лагеря. Правительство Пашиняна и противостоящая ему оппозиция вступили в бескомпромиссную схватку с самыми непредсказуемыми последствиями. О ней свидетельствуют уже открыто звучащие в ходе стартовавшей предвыборной кампании призывы к насильственному свержению власти, а также предупреждения со стороны властей всеми возможными средствами пресекать незаконные действия оппозиционных кругов. Политические силы обзывают своих соперников врагами народа, предателями и даже азербайджанскими агентами, угрожая друг другу неминуемой расправой, вплоть до физической нейтрализации. На фоне усиливающегося противостояния между властями и оппозицией набирают обороты и внутрикабинетные разногласия. Анонсирование армянской стороной готового к подписанию нового документа явило дополнительное тому доказательство. Так, оппозиционер Миносян сообщил о несогласии министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна с намерением премьера подписать документ. Отсутствие же Айвазяна на правительственном заседании, в ходе которого Пашинян подтвердил существование документа, дало основание говорить о серьезных противоречиях премьера с главой внешнеполитического ведомства. Однако все эти внутриармянские перипетии не окажут по большому счету никакого сколь-нибудь значительного воздействия на региональные процессы, запущенные в результате победы Азербайджана в Карабахской войне. Невзирая на различные оценки ситуации со стороны политических сил внутри Армении, включая и открыто мелькающие реваншистские призывы, эта страна не способна изменить ход событий, которые развиваются в русле неизбежного и окончательного восстановления территориальной целостности Азербайджанской республики. То есть в полном соответствии с духом и буквой трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года. Действительно ли на столе трехсторонних переговоров имеется документ о демаркации или нет, ясно одно, альтернативы самому этому процессу не существует. И в рамках Неву Армении придется признать границы Азербайджана с входящим в его состав Карабахом. С этим вынуждены будут смириться и те политики в Армении, кто уже кричит о невозможности подписания подобного рода документа, поскольку он закроет любую возможность для переговоров о статусе Карабаха. Кричит, не понимая или не желая понимать то, что вопрос статуса уже окончательно закрыт, причем не в рамках разговоров о новых документах, а как результат военной победы Азербайджана, зафиксированный в трехстороннем документе от 10 ноября, по сути, в акте о капитуляции Армении. К слову сказать, неизбежность полной деоккупации азербайджанских территорий подтверждена и на фоне нынешних армянских инсинуаций вокруг новому документу. В рамках демаркации границ под контроль Азербайджана непременно вернутся и оккупированные Арменией во время военных действий 1991-1994 годов некоторые села Газахского района, а также село Киарки Нахчеванской автономной республики. Кроме того, охватившая Армению страсти по документу, еще более разогревает осознание неизбежности строительства Зангизурского коридора, который свяжет Нахчеванскую автономную республику с и остальной территорией Азербайджана. Показательно в этом смысле, что вслед за заявлением Мина Сяна о готовности Пашиняна предоставить коридор через Сюник, сам армянский премьер на заседании кабинета вновь назвал открытие региональных коммуникаций одним из приоритетов правительства. Очевидно, сама жизнь заставляет пребывающую после военного разгрома в катастрофическом положении Армению осознать выгоду от разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Сама возможность реализации данного процесса также является одним из значительных итогов военной победы Азербайджана. Однако подключение Армении к этому процессу и, следовательно, возможность получения ею дивидендов от вовлечения в новую региональную реальность зависит прежде всего от скорейшего признания таковой со стороны Еревана. И, следовательно, от готовности Армении отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции, признать нерушимость международно признанных границ региональных государств. В этом смысле демаркационный процесс обещает стать и проверкой Армении на конструктивизм. Обязательной составляющей процесса, разумеется, станет и подписание межгосударственных документов, фиксирующих, в частности, полное и безоговорочное признание Армении территориальной целостности и границ Азербайджана.